Привет! Сегодня я расскажу вам о косметике, которой я пользовалась в отпуске, что я купила в этот отпуск, что купила в самом отпуске по уходу за телом. И начну я с защиты. Конечно же, я пользовалась защитой, так как я была у моря, загорала постоянно весь день, можно сказать. Поэтому первые два дня я пользовалась защитой SPF 50. Защита была у меня Biore, жидкая, для тела водостойкая и для лица. Больше всего мне нравится для тела голубенькая, потому что она хорошо ложится и на тело, и на лицо. Она действительно водостойкая, не смывается, и обновлять ее нужно очень редко. Этой защитой голубенькой я пользуюсь и в городе как базой под макияж. Она мне нравится, мне нравится, как выглядит лицо. Защита именно для лица мне тоже нравится, но мне не нравится, что она более жирная, чем защита для тела. Защита в спрея мне понравилась тем, что ее удобно распределять на трудодоступные места, такие как спина. И также удобно ей пользоваться, когда ты вышел из воды, у тебя все руки в песке, и не хочется размазывать грязь по телу, пользоваться жидкими средствами. Защита в спрея в этом хорошо помогает. По-моему, есть какие-то аналоги в спрея, представленные не только японские средства. Потом я уже пользовалась в третьи и последующие дни защитой SPF 30. Я купила перед этой поездки защиту в клиник. Она мне меньше понравилась, потому что хоть и заявлено то, что она водостойкая, она смывается. То есть, когда я выходила из воды и забывала нанести, я сгорала. Запах у нее нейтральный, написано, что oil-free, но я чувствовала какую-то жирность, и она очень трудно распределяется в сравнении с Biore. Но если так, в общем, она хорошая, но не самая лучшая, как могла быть. Защитой для лица я пользовалась, как я и упомянула, Biore в спреи я пользовалась. Также я пользуюсь таким вот сублимаж от Chanel SPF 30. Мне понравилось то, что комфортно наносить это средство, не остается жирного блеска и защищает от солнца. Также я попробовала от Cisley сэмпл, также это было SPF 30. Понравилась текстура, понравился аромат. Все было прекрасно, я была в восторге, но когда я увидела свое лицо, было такое ощущение, как будто я нанесла тональную основу. И это был уже третий или четвертый день, когда я воспользовалась этим сэмплом. Поэтому смотрелось так, как будто у меня был макияж на пляже. Мне это не понравилось, хотя лицо очень красиво выглядит. Оно подсвечено, есть какие-то светоотражающие частички, текстура, запах. Все это очень приятно, но наносить на загар некрасиво, некомфортно с таким средством ходить по пляжу. Поэтому у меня такое двоякое чувство, вроде понравилось это средство от Cisley, но в то же время мне не понравился эффект на лице, как будто я была с макияжем. Если вы не можете выйти без макияжа, если вы не можете без тональной основы выйти на пляж, это такое средство, которое придаст вашему лицу сияние, красивый ровный оттенок. Но мне не понравилось, я люблю, когда лицо чистое, без каких-то тональных основ, тинта какого-то. После загара, были такие дни, когда я сгорала, и меня спасал алоэ вера. Наносила я достаточно много после душа, и он успокаивал кожу, за счет того, что это гель, он холодный, и он успокаивает тело. Также я пользуюсь термальной водой от AVENA, я использовала две баночки. Она хорошо успокаивала кожу, наносила на лицо, на тело, на волосы, везде распределяла. Мне очень нравилась эта водичка. Я пользуюсь вот таким вот дезодорантом, не пробовала никогда такой дезодорант, это японский. Купила я его в поездку, чтобы попробовать, он мне не понравился. Он очень сильно пахнет спиртом, при постоянной депиляции это не очень комфортно, потому что чувствуешь раздражение. Раз я говорю про тело, покажу вам те средства, которые я купила в Таиланде. Это два скраба, вот так они выглядят. Первый скраб с кокосом, у него очень приятная текстура, такая консистенция, как будто это крем для торта. Такой густой, вкусный крем, даже хочется вот попробовать, настолько текстура вкусная. Не столько запах мне нравится, как текстура, потому что запах непривычный для кокоса. Обычно мы привыкли слышать такой аромат, как сладковатый. Этот аромат, если так можно выразиться, более натуральный. Скрабирует кожу прекрасно, кожа увлажненная, гладкая, настолько гладкая, у меня удовольствие пользоваться этими скрабами. И второй скраб это папайя, очень вкусный аромат, я выбрала именно за аромата. Здесь скрабирующие частички красные, я пока еще его не открывала. Если приезжать в Таиланд и покупать такую косметику, лучше смотреть, где она произведена. Потому что когда я выбрала скрабы, это были другие средства. Они были произведены один во Франции, другой в Лондоне. То есть это не тайская косметика получается. Пришлось вернуться к стенду и выбрать себе скраб, который произведен именно в Таиланде. Потому что именно это я и хотела. Я хотела средства для тела, которые произведены в Таиланде. Мне очень понравились средства. Рекомендую вам попробовать. Теперь уход за кожей лица. У меня был уход в этой поездке от Курель. Я была им очень довольна, за исключением очищения от макияжа. Это гель, который снимает мейкап. Я воспользовалась им единожды по приезду. И он плохо смывал косметику. В остальное время я не наносила макияж. Поэтому у меня такое первое впечатление, что он плохо смывает косметику. Я пользуюсь вот таким вот лосьоном. Он увлажняющий. Это супер увлажнение. Троечка. И крем. Мне этот крем нравился тем, что он очень хорошо увлажнял кожу. Кожа съедала его моментально. Я практически всю в эту баночку использовала. Наносила я утром и вечером. Для глаз я использовала от Бобби Браун. Вот такой сэмпл. Он жирненький. Хорошо так питает кожу. При этом нет каких-то отеков вокруг глаз. На утро и на вечер он комфортен. Не знаю, как он себя ведет с консилером, с макияжем. Потому что макияж поездки я не наносила. Но то, как он питает кожу вокруг глаз, мне понравилось. Для губ я использовала YouSkin. Это вот такое вот средство для губ. Хорошо очень питает губы. Губы не шелушились. Отлично выглядели всю поездку. Я знала то, что если я еду на море, соленая вода и солнце точно убьет мои губы. Но с этим средством этого не произошло. Я использовала также дополнительный уход. Я покупала в 7-11 в ближайшем супермаркете маски, патчи. Клала их в холодильник и потом доставала. Каждый день я себе делала маску из холодильника. У меня одна осталась. Это маска с коллагеном. Она дает свечение лица, увлажнение и придает здоровый вид кожи. Такая вот с золотом. Ее я не пробовала. Это корейская маска. Остальные маски, те, что я пробовала, они были тайского производства. Мне они понравились. Они хорошо увлажняют наравне с японскими, мне показалось. И вот такой вот скраб я купила. Я еще его не... Я еще им не пользовалась. Он пудровый. Его нужно смешать с водой и нанести на лицо, помассировать 5-10 минут. Затем уже смыть. Вот такой вот скраб. Еще не пробовала. Покажу в пустых баночках обязательно. Из средств для волос я использовала обычные шампуни, но из серии увлажнения. То есть они никакого эффекта не давали особого, кроме сильного увлажнения. Получалось так, что бальзамы я намного больше использовала, чем обычно, потому что волосы очень сильно были пересушены. И моим помощником было вот это средство. Это коктейль для волос, состоящий из двух фаз. Первое это масло питательное, которое очень хорошо питает волосы. И увлажняющая водичка, благодаря которой волосы хорошо расчесываются. Я взяла именно это средство с собой, потому что оно идет два в одном. Я не выпрямляла волосы, поэтому они у меня были кудрявые. Все время путались. И мне тяжело их было расчесать. Поэтому я пользовалась этим средством, наносила утром и вечером, перед тем, как расчесывать волосы. И вот это средство, как я и сказала уже, оно питало волосы. Я могла легко расчесать волосы. Перед этим отпуском и во время отпуска я пользовалась вот такими патчами для глаз. Это не ухаживающие средства, а такие маски для расслабления лица, расслабления кожи вокруг глаз. Вот так они выглядят. Находятся они, каждая в индивидуальной упаковке. Эта упаковка здесь 14 штук, есть 5 штук. Так выглядит маска. Надеваешь на глаза на 10 минут, оно нагревается до 40 градусов. И когда снимаешь, ощущение комфорта, ощущение того, что глаза отдохнули, дают приятный разогревающий эффект. Есть эти маски с розой, это у меня с лавандой и также есть без аромата. Это все средства, которыми я пользовалась, которые я приобрела. Надеюсь, это видео было для вас интересно, вам понравилось. Спасибо большое за внимание. Пока! Продолжение следует...